Что касается депрессняк, у меня норвежский язык первый, я действительно вел программу в норвежском языке у микрофона на радио на вещание еще в советское время. С 1978 по 1989 год. И первый раз в жизни я поехал за границу в 35 лет, а около 40 оказался в Норвегии. И вот в северной Норвегии, там Саамский такой край, это широта Мурманская, то есть это далекое Заполярье. И как известно, там полярная ночь. Вы бы назвали это депрессняком в квадрате, наверное, потому что это еще прекрасно. И я спрашиваю у норвежцев, у местных жителей, а там, кстати, полярных надбавок никогда не было и нет. Они не считают, что это они там кровь проливают или что-то такое. То есть они не жалеют, не страдают от этого. Они живут в своей стране и этим наслаждаются. Я говорю, не тяжело полярная ночь? Мы хотим у вас спросить, не тяжело ли вам без полярной ночи? Потому что для нас полярная ночь – это быть поближе к семье, осмыслить себя, заняться рукодельем. У нас очень много того, что мы должны успеть полярную ночь. Как вы обходитесь без этого, нам непонятно. Понимаете, это зависит от того, как вы относитесь, опять же, к своей земле, к своей стране. А если вы считаете, что Родина там, где светит солнце, ну, тогда это отдельный взгляд на мир. Я считаю, что прекрасно, что в России четыре сезона – весна, лето, усень и зима. Это прекрасно, разнообразно. Это лучше, чем на эквакторе, где постоянно светит солнце.